Если мужчина какой-то ведет себя очень грубо, то отец может защитить свою дочь от него, пообщавшись с ним. Вообще, как бы в культуре древней это решалось с помощью большой семьи. Если в маленькой семье есть такие насилия, то тогда большая семья запрещает это делать, просто угрожает там и так далее. Ну то есть мужчины должны, если у вас нет мужчин вокруг, тогда вы должны это делать с помощью властей, ну то есть мужскую силу какую-то применять человеку. Потому что мужчина женщину не слушает. Он может только мужчин послушать. Были моменты, когда вызывали на речи, но это мужчина не прияло. Может быть у вас есть друзья какие-то, мужчины? Понимаете, корнем проблемы является попустительство. Ну то есть если вы позволяли издеваться над собой какое-то время, то мужчина постепенно к этому привыкает. Само по себе обладание женщиной является тем, что всегда существует в нашей жизни. То есть все хотят обладать женским телом. Начиная с самой женщины, качаясь детьми, мужчиной. Понимаете, женское тело является источником наслаждения в этом мире. И обладание женским телом – это то, чем люди занимаются. Именно по этой причине человек и попадает в утробу матери, что он стремится к женскому телу. Иногда это обладание становится настолько корыстным, что человек начинает издеваться над женщиной. Что-то не так? Фонит, фон идет. Я могу поближе микрофон говорить. Ну то есть нужна сила по отношению к этому человеку, нужно его отрезвить. Самый лучший способ, как вы сказали, жить отдельно. Заставить его или самим уехать. Я понимаю, я понимаю, но я вам говорю самый лучший способ. У меня точно такая же ситуация была в моей семье. У меня отец бил мою мать. Я ходил в милицию, когда мне было 15 лет. Получал, поддыхал от него. Понимаете? То есть я все понимаю, о чем вы говорите. Но я заставлял, как мужчина, молодой мужчина, свою мать сделать правильные шаги. Для того, чтобы он отрезвел. Но она не сделала. Я не знаю, что как это двигаться. Двигаться, воспитывать. То есть смотрите, это же ваша судьба. То есть всегда надо понять, что происходит сначала. Первое, что человек понимает, это то, что ему не повезло. Вот если бы я вас увидел просто в зале, и я бы увидел так же, что вам положен именно такой человек, который будет совершать над вами насилие. Это уже нарисовано на вас. Понимаете? Вам такие люди именно нравятся и все прочее. Понимаете, о чем я говорю? Здравствуйте. Для этого надо сначала понять, что это ваша судьба. Когда вы это поняли, тогда вы человека перестали считать врагом. А его поведение отделили от него, как от Личности. И с этого момента вы можете желать ему счастья, прощать его, но при этом строго себя вести с ним. И когда Любовь пойдет в его сторону от вас, Любовь означает чистое восприятие Личности. Когда Любовь в его сторону пойдет от вас, а не желание мстить, силы, защититься, а именно сильная позиция, с этого момента он начнет меняться. Ну, это другая крайность. Вы понимаете, вы как бы ситуацию не спасаете. То есть вы же видите, вы же хотите жить с этим человеком. Это очевидно. Вы от него зависите. Вы хотите, чтобы он был рядом с вами. Но он пользуется этой вашей зависимостью неправильно. Он начинает злоупотреблять ей. Правильно? Но здесь еще важно понять, потому что есть две причины, почему мужчина бьет женщину или издевается над ней. Две причины. Первая причина — это когда женщина бунтует против мужчины очень сильно. Бунт совершает в своем сердце. Мужчина звереет и бьет ее. И эта причина вообще не лечится никак. Женщина просто должна научиться правильно себя вести с мужчиной. И все. Это не лечится никак. А вторая причина — попустительство. Ну то есть когда женщина слабохарактерная, она не может воспитывать мужа. Какая причина из этих главная у вас? Если первая, тогда он вообще ни в чем не виноват перед вами. Вы поймите, когда... Нет, бунт. Вот смотрите, я сейчас объясню. Если женщина в споре не уступает, ведет себя очень жестко и принципиально, непреклонно, то мужчина просто звереет от этого. Любой. И ломается одной из двух. Или звереет, или ломается. Понимаете? Да, я старалась, чтобы слово вообще не назначено. Ну, значит, все нормально. Просто вы проанализируйте. Я вот говорю, когда женщина очень бунтарски себя ведет, то она вообще сама создает эту ситуацию. Мужчина вообще не виноват, что он ее бьет. Это происходит чисто у него на автомате. Он не может понять, что произошло вообще. Она его просто доводит до этого состояния и все. Ну просто поймите, что ситуация всегда решает с помощью духовной жизни любая. Мы сейчас просто провели анализ, но он ничего не решает. Если вы хотите, чтобы что-то изменилось, тогда надо с помощью молитвы пройти несколько стадий, которые мы на лекции будем описывать. Когда вы их пройдете, тогда вы сможете поменять ситуацию. А сейчас вы просто ее лучше поняли и все. Я не могу больше общаться с вами. Это будет для вас эгоизмом. Потому что есть другие люди, не менее нуждающиеся в ответах на вопросы. Вопросы других. Видите, я с вами поступил так же, как вы со своим мужем. Видите, я строго очень повелся. Так? Подумайте, почему так произошло. И вы тогда найдете ответ на вопрос, почему он так себя ведет по отношению к вам. У нас есть вопросы с другой, с какой-нибудь стороны? Давайте, вот девушка в красном. Нет, вот девушка та вот. Думаю, что да. Ну, сейчас вы захватили микрофон. Его надо отдать. Надо отдать вот этой девушке. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Как вас зовут? Нет, нельзя. Нет. Положите цветочки на яблочки вот сюда. Я вас слушаю. Я думаю, что большое спасибо вам за ваш труд и то, что вы сменили мою жизнь. Я немного переживаю, потому что я первый раз в вашем детстве. Но у меня тяжелая ситуация, я не знаю, но равна взросла. Это мой второй раз, с первого мужа в родстве. Со вторым у меня, в принципе, 16 лет. И мой отношение не складывается к кому-нибудь. Я слушаю ваши детства, около трех детств, старалась работать над собой. И вот слышала семинар, детства, которая была в январе прошлого года в Киевскую. Ну, и старалась так молиться. Но иногда мне казалось, что получалось, что я вам навешивала и хотела, а может, создать детскую память в шипку. Мне казалось, что получалось. Но потом, когда начиналось новое жилье, снова срывалась и... Ну, ничего страшного, вы срывались, ничего страшного. Я не знаю, я не знаю, я притягиваю, я не знаю, я такое состояние, я не хочу даже, чтобы так вот живет, где-то становится этого. Знаете почему? Потому что вы хотите от него счастья. Желание счастья от близкого человека является именно тем капканом, который создает ругань. Пока человек не способен сам осчастливить себя с помощью молитвы и служения другим, он не может быть счастливым в личной жизни. Это невозможно. Потому что все равно близкий человек не сможет все наши желания счастья удовлетворить. Это невозможно. Потому что у него есть ограниченная возможность дарить вам счастье, ограниченные его способностями. А спектр счастья у человека может быть совершенно разный, у женщины. Он может быть шире способностей мужа. И когда какая-то часть счастья не удовлетворена, тогда вступает в силу раздражительность, злоба, отчаяния и обиды. То есть, другими словами, так всегда будет продолжаться вновь и вновь, когда вы будете находить человека. Потому что вам надо научиться жить служением, а не желанием. Колоссальное действие. Колоссальное действие. Вы победили 40% своей судьбы. Вот, по крайней мере, в отношениях с мужем. Очень сильное влияние, то, что вы сказали, вы очень сильно воздействовали на свою судьбу. Но при этом вы не победили своё желание жить эгоистично. его победить тяжелее всего. Вы сейчас перекроете зрение кому-то из сидящих за этой камерой. Нужно ставить туда или туда. Вы хотите разводиться сейчас с этим человеком? Ну, в секте он будет. Не допустите этого события. Потому что он обвиняет на себя в секте. В секте? Ну, тогда не будьте в секте. Если человек чего-то не понимает, особенно в духовной жизни, ведите себя с ним, как с ребёнком. В этом случае ребёнка обманывают. И человека также можно обманывать. Надо просто сказать ему, да ладно, это всё ерунда, не волнуйся. Это просто увлечение женское. Сегодня одно, завтра второе. Не обращай на это внимания. Если вы так скажете, это будет правда. Не имеет значения. Просто ведите с близким человеком себя так, чтобы он успокоился по поводу... Но при этом дал вам возможность заниматься духовной практикой. А это уже ещё чуть пониже и будет хорошо. Ещё чуть пониже камеру. Нет, разницы нет. Всё равно там будут сидеть люди. Надо её просто опустить чуть ниже. Из-за компьютера? Ну, вот здесь можете поставить. Ну, в принципе, нормально. Вам же не видно всё, да, за камерой? Всё видно. Это тогда ваш выбор. То есть вы бросаете близкого человека. Из-за веры. И это означает фанатизм. Потому что всегда, когда у человека хватает любви, он может соединить свою личную жизнь с духовной. Когда этой любви не хватает, он разрушает свою жизнь. Энергия любви соединяет всё вместе. Так нет, значит, сейчас нужно продолжать молиться, да? А надо продолжать молиться и настроить близкого человека так, что вы несерьёзно этим занимаетесь, что нет никакой секты, всё там просто детский сад. Ну, если я с ним сразу молиться, я не с ним... Вы с ним живёте вместе? Да. И он это видит, что... Вы должны нейтрализовать это своей любовью и уступчивостью, поплакать, попросить, пожалуйста, разреши мне. Проблема не в вашей вере, а в вашем отношении. Он видит там зону независимости вашу. А вы должны веру, зависимость сделать от него, просить у него возможности на это и так далее. Вести себя как женщина. Ничего вам не понятно. Вот сейчас, только сейчас, вы вскрыли главную причину вашего одиночества — это независимость. Вы независимый человек, вы не хотите быть женщиной, и поэтому вы остаётесь одна в результате. Вот и вся причина. Вера тут совершенно ни при чём. Мужчина не даёт женщине верить, потому что он видит там зону независимости в этом месте, и он пытается её защитить от этой зоны. Всё. Ваш вопрос, да? Тебя как зовут? Маша? Спасибо тебе, Маша. Интересно, я заметил такую вещь, что когда правительства ругаются двух стран, то люди простые друг друга любят ещё больше. Вот я никогда такого тепла не испытывал к себе, как сейчас. Сколько цветов, подарков всяких. Такого никогда не было. Мы должны быть выше вражды. Должны быть выше вражды. При этом при необходимости защищать свою Родину. Это не грех защищать Родину. Но надо быть выше вражды. В древней культуре люди даже, когда сражались, они учились любить друг друга. Если в них так вкладывалась жизнь, что им надо было сражаться за свою страну, они при этом пытались быть выше вражды. Вражда разрушает этот мир. Да? Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а как Вы научились выполнять себя обязанности с людьми? Потому что можно их выполнять. Любовь является самым большим дефицитом в этом мире. Большинство людей даже не понимают вообще, что такое Любовь. Потому что Любовь не имеет ничего общего с моим желанием наслаждаться близким человеком. Любовь, она всегда, это зеркальное отражение святости и чистоты. У человека нет святости и чистоты внутри, потому что он соткан из желания жить, означает из желания эгоизма. Нам надо выживать, кушать, дышать. Это всё эгоистические желания. Но когда человек сосредотачивает своё сознание на тех Личностях, которые отдали свою жизнь Богу, такой человек, несомненно, начинает чувствовать бескорыстие и настоящую Любовь. Его сердце, наконец, проявляется возможность увидеть, просто увидеть в первый раз в жизни глаза своего близкого человека. Потому что большинство людей, большинство мужчин, женщинах видит просто красивое тело, а большинство женщин, мужчинах видит свои возможности. Но когда человек сосредотачивается на святости, на чистоте, он трезвеет, начинает видеть человека в человеке. С этого момента начинается Любовь. Вот мне тоже вас надо увидеть, людей, а не слушателей моих лекций. С этого момента начнётся лекция. Для этого нужно, чтобы в сердце был Бог. Если в сердце будет, я сам, я буду вам себя нести, тогда не будет лекции, не будет отношений и не будет любви. Любовь начинается тогда, когда я настраиваюсь на что-то выше во время лекции. Спасибо вам за вопрос. Ваш вопрос, да? А микрофончик-то у нас где? Давайте всё-таки мы дадим вот девушке, она уже печалится, думает, что я её не люблю. Я уже два раза как бы... А потом ваш вопрос. Спасибо большое. Я совершенно не люблю, что вы меня не любите. Я хочу вас поблагодарить, что вы приехали в целый день всего зала. Спасибо вам большое. Хочу вам сказать такую вещь. Хочу вам сказать такую вещь, что когда я в Питере читал последнюю лекцию, это было вчера вечером, то после лекции ко мне подошла одна женщина и сказала, от имени всех присутствующих хочу пожелать украинцам счастья, любви и процветания. Я был удивлён, что она вот так сказала, потому что я ждал этих слов давно. Мне хотелось, чтобы они были произнесены. Я хотела бы, если честно, поделиться своим опытом, основанным на ваших секциях, в частности, в использовании этих моментов в сфере личных отношений. Как бы рассказать немножко. Дело в том, что чуть больше, чем два года назад, я стала делать дружу для личных отношений, которые у меня, к сожалению, складывались. Ну, то есть, вы другими словами установили такой контакт с алтарём, который был направлен на преодоление ваших трудностей личных. Ну, просто не все понимают, что такое пуджа. Вот это слово. У вас не год отношений длились, а влюблённость длилась. Отношения ещё не начались в это время. Отношения сотканы из аскезы, они не сотканы из наслаждений. Станова. Ну, как бы история, скажем так, наша длилась в год. В первые полгода я была очень счастлива, и, в принципе, каждый день я благодарю Бога за то, что я был полного человека и не доверяя наши отношения. Так и есть. В вторые полгода были никакие радужные уже для меня, и в этот момент продолжая делать дружу, я стала младенцем. Я пришлась к следу с пользой помощи. В результате этих, скажем так, магистр, вы с вами расстались. Инициатором расстанавливает выступил он. А почему вы расстались? Ну, как бы, это инициатива как с его стороны. Появился холод. Как-то с его стороны в его отношениях ко мне. Ну, то есть вы перестали друг друга наслаждать? Ну, я не всю. Говорили. Я ему, естественно, попресняю. Ну, как бы, я вам благодарна, потому что он был в моей жизни. Я искренне шла ему счастье и сейчас, надавлями. По неизвучайной случайности я видела его уже с другой девушкой. Два раза. И, как бы, я искренне в данный момент, я вчера неправдно не нашла ему счастье, и, как бы, продолжая в моей жизни обращаться к святым, он стоит уже помочь не отпустить его. Невозможно никого отпустить или принять. Отношения даются человеку для того, чтобы он их очистил. Когда вы начнете очень светло и чисто относиться к этому человеку в этот момент, вы успокоитесь по отношению к нему. Потому что держит вас только ваша обида. это не любовь, это называется зависимость и обида. Она вас держит. Обида уходит, когда человек чувствует чистоту другого человека, его зависимость от Бога и от событий, от судьбы. когда человек чувствует чистоту другого человека, так же он чувствует, это его человек в жизни или нет. Потому что есть чистота, которая объединяется, а есть, которая расходится. Я вот сейчас за вас чувствую его чистоту и вижу, что она отличается от вашей. Вы разные, поэтому вы разошлись. но это вы должны почувствовать, тогда вы успокоитесь. Вы должны почувствовать то, ради чего эти отношения были созданы. Отношения между людьми возникают с целью почувствовать чистоту в человеке, а не наслаждаться им. Полгода вам хватило, чтобы перестать наслаждаться друг с другом. После этого должна начаться была жизнь, а жизнь означает служение. Нет, не обоюдное. Вот это слово обоюдное как раз и является корнем зла. Сначала стулья, потом деньги. Понимаете, вот это и есть корень зла, обоюдное. нет, не обоюдное, а ваше служение и униженное служение. Вы унижаетесь, служите ему, он не понимает этого, а вы служите дальше. И Бог радуется в вашем сердце вам и очищает его сердце, а потом в его сердце появляется благодарность, этого момента начинается семья. Капелька благодарности в его сердце и начинается семья, семейная жизнь. кто-то первый всегда выступает, кто-то второй. Кто-то у кого-то хватает разума унизиться и служить, а у кого-то хватает разума понять благородство близкого человека. и так создается семья. А если у кого-то не хватает разума одной из двух, тогда семья не создается. Ну и слава Богу, зачем создавать семью с глупым человеком? Нет, вы не поняли, вы просто почувствовали этот намек, чтобы понять, нужно опять войти в эту ситуацию и сдать экзамен. Понимание всегда означает труд, а не просто умственная деятельность. Какой образ вы должны жить в случае с глупым с глупым? Очень просто. Вы должны сейчас молиться Богу, чтобы Он открыл вам чистоту этого человека. И когда вы почувствуете его чистоту, с этого момента ваши отношения станут спокойными, потому что вы сдадите экзамен. И вы можете идти дальше. Это и есть ваша жертва. Вы не смогли ее сразу сделать, вам все равно ее придется сделать, иначе вы одна. Останетесь. Как? А всегда с помощью людей Бог дает нам жизненные уроки. Нет других способов. И это касается всего зала. Это не касается только этой девушки. Всегда для того, чтобы с кем-то начать жить, нужно нужно сначала унизиться. Но это унижение не означает насилие над собой. Это унижение только внешне выглядит унижением. На самом деле, когда человек настроен духовно, то есть он хочет чистых отношений, чистой жизни, действует вопреки вопреки ожиданиям, вопреки тому, как надо обычно действовать. Допустим, плохо близкий человек себя ведет, надо с ним воевать. Но если я, допустим, благородно себя веду, прощаю, пытаюсь показать ему свою чистоту, то это не унижает человека. Это увеличивает его истинное достоинство, потому что у человека есть два достоинства. Одно достоинство заставляет его ругаться и увеличивается ложное достоинство. А другое достоинство это когда человек с помощью молитвы и прощения ведет себя правильно и он тоже становится достойным при этом. Но это достоинство победоносное, оно истинное. Но оно внешне выглядит как слабость, а внутри как сила. но потом когда человек видит что человек так поступает близкие при этом не унижен у него появляется сомнение потом насколько я его понимаю этого человека может быть он гораздо лучше чем я думаю так появляется уважение сердце когда люди просто наслаждаются друг другом когда мужчина обнимает женщину целуют ее в это время он перестает уважать она для него выступает объектом наслаждения и в это время он делает все свои ухаживания только с целью ее соблазнить и все у нее нет другой цели если она не соблазняется он и просто бросает в этом нет никакой любви и также в этом нет никакого уважения хотя и кажется что это так но энергия любви присутствует в этих отношениях все равно когда люди вместе это значит между ними есть гармония она выражается в наслаждении сначала люди наслаждаются друг другом но это наслаждение также станет причиной страдания потому что когда тебя близкий человек перестанет наслаждать в этом момент ты начнешь на него злиться а вот если это наслаждение станет основой для совместной жизни для притяжения этого минимального притяжения которое нужно чтобы человек остался рядом тогда все хорошо его не нужно использовать для того чтобы наслаждаться человеком его нужно использовать для того чтобы человек был рядом а чтобы создалась возникла любовь нужно искать чистоту в человеке и служить ей причем служить насильно заставляя себя потому что желание служить мужчине у женщине никакого нет она хочет чтоб он ей служил наш для этого вышла замуж вот где здесь служение давайте сейчас найдем вот наше желание любви женщине за домашнее задание женщине сейчас женщины найдите здесь служение это так из этого сотка на любовь женщину то что сейчас вы услышите песенку и сейчас включаю чужие песни я уже старею сам пою меньше ну есть хорошие певцы давайте может вы ее уже слышали но еще раз послушаем это вот и так вот так вот женщины выглядит это хорошая вещь это хоро любовь женщина это классно но вот это то что здесь поется это все означает бескорыстие для мужчины это вот то что он должен делать это его работа но если женщина ему будет говорить об этом тогда любовь закончится потому что мужчина сам по своей воле должен это начать делать когда-нибудь или не начать тогда женщина должна начать делать то что ему нужно в жизнь кто-то должен начать но вот любовь женщина она имеет корыстную природу и это нормально сначала сначала корыста ну то есть нужно вот так вот служить близкому человеку заботиться жене мужчине чтобы жена была веселой и красивой и это трудно но это наша жизнь мы будем постепенно двигаться наши наших лекциях нашей нити жизни сегодня мы говорим о том что такое судьба как действует время в сознании человека я сначала поговорю немножко о сознании дал думаю большинство из вас уже слышали об этом моих лекциях но тем не менее все равно надо об этом говорить потому что это важно еще раз вспомнить и глубоко почувствовать и понять из три уровня жизни человек первый уровень в котором настрой человека очень эгоистичный человек чувствует жизнь только с позиции своего грубого тела он считает что вся эта жизнь что я это вот вот это вот мышцы вот эти кости голова ну то есть я олег геннадьевич стрессунов ну то есть означает вот эти вот все что за очками дальше знаете не надо носить записки все равно не буду отвечать на вопросы уже больше когда человек так мыслит то у него есть определенный стиль и тип поведения первое что он считает что так как тело точно помрет хотя были попытки попытки там как-то тело в разных древних культурах пытались как бы цели целые делать там для тела ну что она должна воскреснуть когда-нибудь ну то есть воскресает то душа понимаете не тело но когда человек считает себя телом тогда он понимает что она помрет значит жизнь должна как пройти весело ну то есть пей гуляй веселись потому что живем один раз первый вывод из того что я тело второй вывод лечиться надо чем то что влияет на тело это химия диета состоит из белов белков жиров и углеводов и калорий то есть химическое восприятие питания дальше что такое отношение отношения это взаимодействие тел и поэтому центром жизни становится секс как главный объект взаимодействия все остальное это просто вымысел любовь также означает что нам постели хорошо если нам плохо в постели значит мы не совместимы друг друга не любим надо разойтись это телесная концепция жизни теле телесное мышление она возникает всего лишь от того что эгоизм или такая психическая структура человека который называется эгоизм очень сильно пропитывает психику чем сильнее эгоизм пропитывает психику человека а психика означает тонкое тело тонкое строение невидимое у нас есть еще тонкое тело понимать есть духовное тело это три концепции жизни я сейчас вам их расскажу первая концепция жизни когда человек себя воспринимает грубым телом называется невежественное существование люди когда так настроены они ведут себя очень эгоистично потому что так устроена вот сама структура вот этого понимания счастья если я тело значит тогда если ты меня не удовлетворяешь значит тогда эти а бросаю потому что мне нужно быть счастливым живем один раз понимаете да такая философия основана на очень грубом эгоистичном а означает невежественном нечистом грязном поверхностном восприятие этого мира совесть в таком восприятии отсутствует человек становится бессовестным почему потому что он очень грубо воспринимает мир нужно наслаждать свое тело а если жена не наслаждает тело и я гуляю с другой то что в этом плохого если я счастлив она должна радоваться за меня такая философия поднимите руку кто сталкивался в жизни с такой философии близких людей это страшно когда человек сталкивается такой философии это значит что жизни в таких отношениях нет очень трудно жить человеком который на такой платформе сознания находится люди с такой платформы сознания обычно и в делах своих тоже не слишком чисты они могут поднять другого человека под себя они могут заниматься криминальными какими-то делами и так далее ну то есть достаточно жесткий стиль жизни понятие любви здесь очень такое призрачное потому что ну такой человек воспринимает любовь как чисто телесная вещь для него что-то более чистое возвышенное это зыбкое и ненужное в жизни может быть вы не поняли то о чем я сейчас говорю вы поймете потом сравнение потому что я вам сейчас опишу три концепции и они все будут связаны с невежеством страстью и благостью понятно вторая концепция жизни означает чувствовать себя тонким телом или психическим составляющим то есть когда человек чувствует себя как психику как тонкую природу тогда человек не довольствуется только тем что дает тело и тело дает телесное счастье означает еда нужно наслаждаться пищей нужно наслаждаться сексом нужно наслаждаться комфортом и самозащиты защитой своей жизни то есть иметь хорошие условия в жизни это чисто телесная концепция счастья но когда человек выходит на такую твердую классическую тонкую концепцию счастье то тогда он хочет власти потому что власть никак не связаны с телом какое бы тело у тебя не было если ты имеешь власть тебя будут уважать по любому вот как бы ты не выглядел тело уже не имеет значения когда у человека есть власть так или нет его все любят потому что у него есть власть деньги имеет тонкую природу когда человек имеет много денег тело на встает на второе место все уважают его как обладателя денег понимаете поведение имеет тонкую природу человек может иметь грубое плохое тело но вести себя очень деликатно правильно в обществе вести себя и так вот смотрите деньги власти поведения характеризует людей страсти когда человек сильно хочет денег сильно власти и учиться правильному поведению то он таким образом выходит из под грубого эгоизма и начинает жить с позиции тонкого эгоизма люди которые находятся на концепции тонкого эгоизма они играют хорошие отношения так как они не находятся на истинной платформе потому что я на самом деле не тонкая не грубое тело я душа по своей природе а душа означает что человек должен быть честным искренним смиренным сострадательным добрым это качество души понимаете качество души душа не связано из какой религии не с какой нации но она при этом может служить религии и нации она сама выбирает кому будет служить душа сегодня одной религии нации служит завтра другой но над при этом понимает что она выше всего этого стоит тогда у этой души есть любовь ко всему вокруг а если человек отождествляет себя с чем-то очень сильно тогда любовь сменяется на ненависть ладно это очень сложно понять сразу давайте будем двигаться дальше смотрите я при этом не против нации религий и стран пытайтесь понять я говорю сейчас более глубокие вещи и об этом тоже вернемся назад нашу жизнь потом смотрите когда человек находится на тонкой платформе счастья он тоже эгоист по природе он хочет жить для себя но хочет жить для себя честно никого не обижает он пытается вести деликатно показывать своим поведением что ты со мной тебе будет хорошо если у него есть деньги он старается служить этими деньгами близким людям ну то есть он отличается уже от этого быдла которое все для себя не хочешь со мной пошел вон это уже даже с деньгами все равно невежественная платформа понимать такой человек он деликатный он правильно себя ведет но он при этом не видит другого человека он видит в нем только свои желания и вот на этой на этой почве наступает рано или поздно трещина потому что когда человек живет страсти или живет личным желанием счастья но более деликатного по отношению другим основываясь на законах на правилах жизни на этикете когда человек вот так живет то все равно для него другой человек существует только в рамках его личного счастья ну допустим этот человек живет только на волне успеха если невежественный человек вообще не понимает что такое нормальная жизнь он просто всех мучает и себя и делает вид что у нее все классно то страстный человек но по-настоящему может быть счастлив но только на волне жизни и поэтому все фильмы фильмы в страсти они все всегда показывают жизнь на волне конечно же сначала под волной для того чтобы на волну попасть конечно же я сначала иду с бревнышком ну меня обижают все вокруг я потом всех перестрелял как бы и стал крутым на волну зашел при этом меня попасть невозможно сколько не стреляет потому что жизнь страсти означает всегда только одно что я победитель я не проигравший я победитус не проигрантус победитус когда люди сходятся в невежестве они сходятся просто на платформе взаимного влечения секса и жизни к счастливая продолжается пока им они нравятся друг другу а это длится в максимум три года это самый большой вот девушка сказала что у ней полгода длилось ну среднем полгода иногда больше у кого взаимно влечение длилось больше трех лет бывает да лучше по руку не поднимали а то люди будут завидовать уже прошло все равно понятно что все проходит в этом мире старый же приходит старухе никому не нравится итак люди в страсти имеют счастье в жизни но только на волне судьбы и поэтому вся философия жизни в страсти означает только объяснение что ты можешь быть всегда на волне а это объяснение является ложной философии потому что эта жизнь так устроена что иногда человек бывает на волне иногда под волной иногда страна имеет подъем в своем развитии а иногда спад и если анализировать с позиции невежества то надо валить из этой страны если с позиции страсти то все будет хорошо а если с позиции благости то есть настоящей жизни то именно то время когда трудности в стране именно это время и является главным в развитии личности потому что главное в развитии в личности всегда является то время когда человеку тяжело, а не легко. Потому что, когда человеку легко, он всегда только расслабляется. Таким образом, Украина сейчас находится на пике своего развития. И это развитие имеет внутреннюю природу. Для того, чтобы плод родился, его сначала не видно, но развивается внутри. Сейчас развивается духовность этой страны. Чистота в ней зреет, а потом она будет развиваться и внешне. Понимаете, о чем я говорю? Когда духовность развивается, всегда очень тяжело жить. Но трезвеют люди в результате этого. И третье. Во второй концепции жизни, как человек выглядит, как себя ведет, что он кушает, какое у него влечение. Человек, который находится на тонком восприятии мира. Ему нравится искусство и культура. Он кушает вкусную пищу, разнообразных вкусов, деликатесную. Человек такой старается вести себя очень культурно. У него восприятие семейной жизни означает роман. То есть ему нужна картинка очень светлых, таких радостных отношений на берегу Лио-де-Жанейро. Но что-то такое радостное с точки зрения волны, пика волны. И он стремится, что это когда-нибудь придет. Когда к ним приходят друзья, он наряжается сам, наряжает жену, и они показывают этот пик волны друзьям. Пытаются показать им, что у них вот именно так все и есть в жизни. То есть, когда человек живет страстью, он играет в любовь, играет в культуру, играет в себя. И при этом забывает себя. Потому что ему нужно показать успех. Если успеха нет, значит, жизни нет. Потому что всегда любая концепция жизни основывается на вере. Если человек верит в тело, ему надо качать тело. Тело должно быть крутыми. Понимаете? И тогда у него все круто в жизни. А если человек верит в психику, тогда он должен быть сильной личностью с точки зрения власти, денег, бизнеса, деятельности. Люди в невежестве добываются успеха просто силой. Грубой силой. Они просто захватывают свою судьбу. Люди в страсти добываются трудом всего. Люди в благости, они добиваются счастья с помощью отношений и любви. Чем отличается жизнь благости? Кто такой человек благости? Человек благости, который — это тот, который считает, что истина в человеке превыше всего. В любом человеке. Каждый человек имеет в сердце доброту. Каждый человек имеет в сердце чистоту. Каждый человек имеет в сердце любовь. это неотъемлемые качества души у души 26 лепестков это решимость твердость смирение сострадание чистота доброта целеустремленность правдивость и так далее то качество души они у всех есть просто один человек ближе пониманию себя душой а другой дальше от этого понимания то есть другими словами одному хватает знания о том что такое настоящее счастье другому не хватает вот и вся разница то есть нет плохих и хороших людей есть просто развитые и менее развитые или недоразвитые семья в страсти не может жить долго потому что люди друг другу рисоваться долго перед другом не смогут приходит время и они видят что у моего близкого человека есть какая-то тайная жизнь который я не знаю он тайно смотрит на других девушек а может быть с ними даже уже общается или у моей жены есть какие-то друзья которых я не знаю потому что человек страсти не может не иметь этой тайной жизни потому что ему же нужен успех а в отношениях женой не будет все время на волне когда волна заканчивается женой где-то волна же должна начаться иначе тогда жизни нету человека в страсти ему нужно всегда иметь успех должен быть счастлив живет для счастья для своего счастья если женой нет счастья тогда надо найти любовницу то философия страсть есть такая философия психологи говорят женой счастья нет найди любовницу чё паришься будь счастлив и жена будет счастлива если тебе будет легче и тоже легче бы они понимают что есть помимо вот это внешнего успеха есть еще совесть когда жена видит что ты какой-то другой и у тебя кто-то другой наверное есть ее совесть мучает она чувствует страдание сердце потому что есть что-то выше просто того что мне хорошо выше этого чувства что-то в жизни бывает итак третья платформа духовная платформа это опять же ну к этому надо стремиться не то что у вас ты вот на духовной платформе а мой муж нет понимаете это не так духовная платформа означает что человек способен увидеть другого человека его чистоту его глубину смотрю тебя как зеркало как самоотражение то есть надо учиться наполнять себя этой чистотой когда человек начинает изучать себя как душу он обнаруживает несколько определенных закономерностей первая закономерность я не могу сам по себе быть чистым и возвышенным не обязательно нужно это откуда-то брать первая закономерность душа зависима по своей природе когда человек начинает чувствовать себя как душу он также начинает видеть свою зависимость от страны от веры от своей от идеологии от всего что но все что меня окружает и от этого зависимы это хорошо это неплохо но больше всего надо в жизни зависеть от бога допустим если ты живешь какой-то стране и хочешь быть независимым от нее ты принесешь счастье этой стране или нет конечно нет ты будешь ее разрушать это правительство мне не нравится свергнуть хорошо свергли опять это новое не нравится еще раз свергли так до бесконечности но если человек когда-нибудь остановился в этом своем поведении и просто говорит будем жить с тем правительством которое есть это означает жизнь благость с этого момента начинается развитие то же самое надо сказать буду жить с тем мужем который есть и с теми детьми которые есть и с тем преподавателем по математике которые у меня есть и с теми продуктами которые продаются в магазине из той работы которая у меня есть слово счастье означает кстати как по-украински вот по-русски сейчас переведу а выпуск потом посмотрите так же по-украински переводится или нет по-русски счастье означает жить сейчас сейчас это сейчас а те означает существование а по-украински я тоже самое сейчас я или как сейчас я я научусь когда простите меня и так существование сейчас означает принятие время это основная сила которая выталкивает душу и самоосознание я это душа но когда я испытываю боль в этот момент это боль заставляет меня уйти или в прошлое из настоящего и означает скорбеть скорбь возникает у человека в жизни прошлое он уходит от боли человек уходит прошлое а вот раньше люди жили лучше чем мы мысли о прошлом означает невежество невежественное существование или в будущее то есть когда человек со временем сталкивается с тяжелым он думает вот придет время и бы мы будем счастливы и начинает думать об этом когда это время придет но при этом он не живет сейчас потому что жизнь сейчас означает принять то что сейчас есть как самое лучшее для моей судьбы самое лучшее сейчас когда человек страна окупается в счастье человеку не надо ничего принимать потому что он и так живет настоящим ему и так хорошо принимать ничего не надо но вот когда человек испытывает страдание вот тогда его выталкивает в прошлое будущее а именно в это время и развивается душа именно в это время когда приходит страдание человек больше осознает больше понимает себя как личность больше развивается в жизни и это развитие может выйти за рамки этой жизни поверьте мне что в нас нет этих рамок эти рамки просто означает ограниченность образования человека восприятие себя как личность эта жизнь обязательно закончится и наступит следующее и вы скажете но я тебя там не знаю себя в этой следующей жизни не помню как я могу об этом думать сейчас это просто ограниченность и все я вам говорю это потому что я изучаю это на примере своей жизни расскажу вам события которые произошли в результате молитвы где-то две недели назад моей жизни я спал ночью видел длительный сон которым были конкретные настоящие события моей жизни кто из вас вспоминал во сне события своей жизни в это время есть сомнения что это твоя жизнь или нет нет ты точно знаешь ну вот я же вот это все как бы события моей жизни я где-то несколько часов видел эти события переживал и думал они о них и потом вдруг я понял что в этой жизни этих событий не было я судорожно начал вспоминать себя с детства и до сегодняшнего дня и понял что в этой жизни этих событий у меня не было но это событие моей жизни кого такое было и только я один такой но психиатры которые присутствовали скажут мне то понятно вы можете так это воспринимать я не против и так когда я понял что это моя жизнь но не это я также спросил у своей совести вот здесь сердце а я хочу также увидеть и будущее я увидел себя в будущей жизни не подробно а просто увидел какие-то огромные дома с какими-то площадками для каких-то летательных аппаратов увидел что это будет лет через 200 увидел что люди питаются искусственной пищей и природы почти нет я когда вот начал все смотреть я потом сказал себе я этого не хочу не нужна такая жизнь тогда на следующий день когда начал молиться я память о своей будущей жизни начал включать тот момент когда вдохновлялся молитвой и в этот момент я увидел что эта память о следующей жизни или контакт с ней начал таять другими словами какое-то более светлое будущее начало нарисовываться в моей судьбе чем то которое не положено сейчас другими словами жизнь человека может переместиться в другой слой в другое пространство даже уже сейчас уже сейчас прямо на этой земле прямо в этом теле сейчас вам расскажу кое-что в детстве я жил на на девятом этаже один мой товарищ на пятом и он был такой симпатичный разумный мальчик меня всегда к нему тянуло он был младше меня на год мы с ним часто общались играли но потом когда я его встретил лет в сорок я увидел перед собой деграданта со старым лицом пьянчугу и он олег ты меня помнишь мы с тобой играли я вошел в шок потому что я увидел другой слой жизни я увидел человека который живет другом слой жизни по другой жизнью совесть им другой судьбой и никак не мог предположить что человек с которым я дружил может так опуститься имейте ввиду что вы можете сейчас так подняться в своей жизни что то что сейчас воспринимается вами как нормальная жизнь будет восприниматься с ужасом теми глазами которыми будете смотреть с позиции знания и слой вашей жизни будет тоже другой вы будете общаться с очень возвышенными людьми которых будет больше совести в жизни больше чистоты у кого уже сейчас это происходит это меняется в жизнь значит вы уже пошли этим путем потому что люди в невежестве они деградируют то есть у них теряется счастье в жизни люди в страсти они находятся в статус-кво они боятся что-то менять куда-то туда-сюда им страшно а люди благости меняет свою жизнь благости это те кто пытается увидеть себя как душу да человек видит себя как душу твоего пища эта пища которая освещена и приготовлена с молитвой чистом чистая пища больше в которой духовность отношения с супругом для такого человека отношения основанные на совести они на сексе и не на взаимном притяжении это отношения в которых есть чистота и глубина друзья для такого человека благости это те которые искренне хотят друг другу служить они те которые просто в результате того что у нас одинаковая работа одинаковые желания мы дружим или одинаковый отдых одинаковые интересы в жизни для благостного человека любовь означает служение они наслаждения для благостного человека жизнь означает озарение и познание они приобретение как для страстного для благостного человека победа происходит в сердце они во внешней среде для благостного человека нет препятствий в жизни потому что он их преодолевает с помощью знания которые также рождается в его сердце благостный человек знает что он может увидеть свое счастье раньше чем она возникает а страстный человек в это поверить не может потому что для него это суеверие благостный человек чувствует измену и предательство а страстный может это только узнать благостный человек может избавиться от предательства с помощью молитвы, а страстный человек может только с помощью угроз, насилия или как бы вразумления, ну какой-то тонкого воздействия на человека, законов там и так далее. Таким образом, благостные люди живут в другом слое жизни, который более чист, светел и возвышен. Именно в этом слое и решаются вопросы личной жизни, потому что люди страсти не могут сохранить семью. Семья несомненно разваливается у тех, кто хочет в отношениях успеха. Кто хочет личного счастья и успеха в отношениях, никогда не сохранить семью, потому что семья сохраняется тогда, когда человек в своей жизни совершает сердечный подвиг ради близкого человека. Вот тогда она сохраняется. А это уже не просто успешная жизнь, это жизнь, в которой человек включает свои отношения со святостью и с Богом. Сразу возникает вопрос, в какой вере? В вашей вере. Вашей. Ничего не меняет. Вашей вере. Могу 50 раз повторить, чтобы вы не сомневались. Сомнения всегда возникают. Итак, у человека есть три тела. Есть грубое тело, которое состоит из нервной системы, мышцам, желудок и всё прочее. Это грубое тело зависит от работы тонкого тела. Психическое тело снабжает энергией счастья каждую клеточку нашего организма. Эта энергия счастья и есть та самая прана, энергия прана, которая нужна для жизни. Или, как говорят, жизненный воздух. Жизненный воздух — это не что иное, как желание счастья. Каждый человек не может жить без счастья, потому что без счастья невозможно существовать в принципе. Счастье на уровне тела означает вкусная пища. Счастье на уровне отношений означает любимый человек, мои любимые дети. Счастье на уровне деятельности означает любимая работа. Счастье на уровне страны означает развитие страны. Счастье на уровне земли означает мир. Когда есть счастье, человеку хорошо жить. Ну, примерно вот такое состояние, как поется в песне. Ну, то есть я сейчас вам рассказываю, что такое ум или тонкое тело ума. Тонкое тело ума — это психическая структура, которая контролирует весь организм, регулирует нашу жизнь. Она наполняет грубое, тонкое тело счастьем, энергией счастья. И ради этого человек живет. Ему нужно жить, чтобы была хорошая работа, хорошая пища, хорошая жена, хорошие дети, чтобы было счастье. Иначе в тело, грубо и тонкое, входит болезни и страдания. Страдать никто не хочет. Видите, все, что нужно для счастья, было перечислено. У меня любимая работа, у меня любимая жена. Потом про детей будет петься также. У меня друзья есть, понимаете? То есть это то, что наполняет ум счастьем. И так есть ум, который состоит из мыслей, памяти, чувств. Есть чувства. Вот глаза — это органы чувств. А у органов чувств есть еще само чувство зрения. Чувство зрения, оно не умирает вместе со смертью грубого тела. И ум тоже не умирает человек. Тонкое тело остается с человеком. И поэтому есть такое понятие, как духи. Духи — это те, которые живут в тонком теле. Почему человек сходит с ума? Потому что в его грубое тело, его тонкое тело слабеет. И в него входит другая жизнь. И начинает человек говорить другим голосом, понимаете, не своим. Это означает, что есть также форма жизни такие, которые не имеют грубого тела. Они пользуются чужим грубым телом для существования. Но это уже другая тема. Понимаете, есть тонкое психическое тело. Вы, допустим, скажете, Олег Геннадьевич, откуда ты это взял? Ты же это не можешь потрогать, измерить приборами? Я не могу потрогать, но у меня есть целая клиника, которая диагностирует до 30 параметров этого тонкого тела. Если мы ошиблись в одном диагнозе, ну что-то в чём-то, то тогда человеку не помогает. Мы это исправляем. И тогда помогает. То есть там есть наука. То есть можно с помощью просто воздействия на тонкого тела лечить человека. Именно те настройки, которые дают здоровье. То есть мы лечим более глубоко человека, потому что грубое тело страдает от неправильных настроек в тонком теле. Тонкое тело регулирует грубое тело. И в тонком теле находится любовь, влечение друг к другу. Находится судьба человека. Там находится также характер человека. Понимаете? Там находится его жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Хочу, чтобы лучше ты стал. Ну то есть вот это и есть тонкое тело, психическое тело. И когда человек его начинает чувствовать, тогда он стремится к власти, успеху, деньгам. И гармонии с близким человеком. Гармония означает, чтобы у нас было взаимопонимание, чтобы мы как бы лучше чувствовали друг друга. Но это всё равно не помогает остаться вместе. Потому что вся эта философия в страсти или философия тонкого восприятия мира, она даёт брешь, когда наступают трудности жизни. Когда наступают трудности жизни, человек, настроенный на тонкое восприятие мира, настроенный на страсть, он не способен победить эти трудности, потому что он не может унизиться перед судьбой. Он не хочет страдать. Он не хочет быть слабым. Он не хочет смириться, он не хочет прощать, он не хочет простить, он хочет только победы над своей судьбой и всё. Потому что когда человек прощает, просит прощения и принимает судьбу, это уже духовная платформа. Здесь эгоизмом не пахнет, а без этого невозможно сохранить семью. Таким образом, для того, чтобы быть вместе, человеку нужно развиваться как Личность, нужно понимать, учиться мир глубже, нужно понять, что этой жизнью всё не ограничено, что будет и следующее. Потому что Марк Бернес поет только об этой жизни, он не видит ничего другого, он не знает, что надо любить также своё будущее. А будущее человека зависит от его поступков, которые он совершил в этой жизни. Если он не очищает свои поступки раскаянием, он не может будущего хорошего иметь. Другими словами, когда человек живёт на платформе тонкого восприятия мира, у него больше счастья в жизни, это факт. Он может быть развитым, успешным в жизни. Без тонкого видения человека невозможно бизнес делать. Законы бизнеса, они помогут тебе. Для того, чтобы бизнес хорошо делать, надо видеть, обманывает тебя человек или нет. Если ты этого не видишь, как ты с ним будешь делку заключать. Надо видеть качество человека, который ты на работу берёшь, потому что он потом такое начнёт там вытворять, что мама дорогая. Если ты не видишь качество, ты не сможешь успешным быть, потому что успех человека зависит от того, кто его окружает. И так далее. Я сейчас вам говорю, что без более глубокого восприятия мира даже страстный человек не может быть счастливым. Ему всё равно нужен какой-то запас чего-то того, что спасает его в жизни. Как вы думаете, что спасает? Как человек может чувствовать обман? Что это за сила такая? Почему он это чувствует? Почему он чувствует характер человека? Вот допустим, почему человек женится и совместимость хорошая? Почему он находит себе ту жену, которая ему подходит, а не ту, которая мучает потом? Что это такое? Что это за качества человека такие, которые дают возможность человеку избежать этих трудностей? Знаете, все эти качества возникают только одного способа действовать. Этот способ действий описан в древней культуре во всех духовных традициях. Есть три вещи, которые дают человеку возможность быть счастливым в этом мире. Первая вещь — это деятельность души. Уже эти три вещи. Неосознанная деятельность души. Это духовная платформа уже. Не, не. Это благостная жизнь. Это не страстная жизнь. Так, слушайте. Первая вещь называется аскеза. Допустим, человек совершает пост. Что происходит в это время? Когда человек постится, тонкое тело напрягается и очищается. Так как тонкое тело соединено с нашей жизнью, тонкие каналы человека, они соединяют нас с нашими детьми, с нашей женой, с нашей работой, со всем, что нас окружает. И если там где-то пошла трещина, то также и внутри пойдет трещина. Понимаете? Но когда человек постится просто, он очищает от трещин все, что окружает его. То есть жене становится легче, на работе становится легче. Он с помощью просто аскезы или терпения, энергии терпения, побеждает все, что связано с его жизнью. Эта деятельность копит определенную силу внутри человека, которая называется благочестие. Вот эта сила благочестия и дает человеку способности видеть недостатки других, учиться уметь прощать, уметь терпеть, уметь вести себя правильно, чтобы тебя уважали и так далее. Это все означает благочестие. Когда человек совершал много аскез в своей прошлой жизни, он рождается в благочестивой семье в следующей жизни. Означает, что ему дают хорошее воспитание. Он уже с детства образованный. Другими словами, красота человека, его образование, его могущество, его влиятельность, все это результат его благочестия, его память, способность помнить языки и так далее, законы. Это все результат благочестия с прошлой жизни. Благочестие означает преодоление себя, бескорыстная деятельность, не направленная на удовлетворение себя. Ну кому захочется не есть? Вот кому нравится не есть? Всем нравится только есть. Вопрос сколько? Некоторые говорят, мне не нравится есть. Означает, я ем мало. Но это все равно означает, что ты ешь. Не есть никому не нравится. Когда человек голодный, ему хочется кушать. Но когда человек добровольно не ест просто, и при этом радуется этому состоянию, это называется аскеза в благости. Если он злится этому состоянию, это аскеза в страсти. А если он не ест из-за того, что жрать нечего, это аскеза в невежестве. Но человек при этом, которого нет возможности кушать, может радоваться этому. Это будет аскеза в благости. Но это уже высокий уровень развития личности. Это уже духовная платформа. Духовного человека ничем не сломать вообще. Следующий вид деятельности, побеждающий судьбу, называется пожертвование. Допустим, человек ходит и повторяет, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, тебе прощаю, тебе прощаю. Меня прости, пожалуйста. Он жертвует собой в это время. Очень тяжело. Допустим, кто-то из вас сейчас встанет и скажет, Олег Геннадьевич, а вы сами-то этому следуете, что говорит. Я слава, я хороший. Я могу смиренно воспринять как бы наставление этого человека, могу сопротивляться. И возможность смиренно воспринять, это возможность рождается из просто свободы выбора. То есть мне в этот момент надо выбрать аскезу, а не счастье в этом зале. Что я как бы ехал испытывать счастье здесь, в этом зале. А может быть, мне не суждено сегодня здесь быть счастливым, и меня будут мучить наставлениями. И я буду всех мучить наставлениями. А меня будут мучить наставлениями. То есть вы совершаете сейчас аскезу. Слушание — это аскеза. Когда человек жертву совершает, пожертвование, то эта деятельность приносит ему более быструю победу. Это сравнивается с тем, что когда человек совершает аскезу, у него появляется сила на гору зайти. У него становится больше силы жить. С той судьбой, которая есть. Вот, допустим, пост помогает перетерпеть мужа, который меня уже достал. Я хочу его бросать, но если я попастилась, мне стало легче его терпеть. Понимаете, это тоже важно. Перетерпеть близкого человека. Есть еще пожертвования. Когда человек желает всем счастья, раздает пищу нищим, кормит голубей, кормит кошечек, бабушку, соседку. В зависимости от природы человека он должен совершать по своей природе аскезы. Допустим, мужчина должен уступать женщинам, через дорогу переводить бабушку. Мужские аскезы. Защитить женщину какую-то от нападения. Ну, то есть он должен дарить мужскую заботу людям. Аскезы благости означают, направленные не на свое счастье, а на счастье других. Рождают уменьшение горы. Когда пожертвования имеется, извиняюсь, пожертвования. Когда человек аскезы совершает, добровольные аскезы, он способен через гору перейти. Когда человек совершает пожертвования, благости, жертвует чем-то в своей жизни, тогда в этом случае он уменьшает гору. Вот, например, если мне положено в жизни не кушать, то есть голодать, то тогда, если я кормлю людей, в тот момент, когда мне надо будет голодать, меня тоже будут кормить. Или, допустим, если я лечу людей, в тот момент, когда я заболел, найдется врач, который меня вылечит. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть человек, когда совершает пожертвования, он становится защищен судьбой. То есть он становится удачливым в жизни. Вот этот вид благочестия, который приходит в сердце человека в результате прошлой жизни. То есть он в прошлом совершал пожертвования, в этой жизни он становится удачливым. У всех кризисов у меня нормально на работе. Это удача означает. Пожертвование человек должен совершать, чтобы так было. Отойти на ус, женщины и мужчины. Дальше, следующий способ победы над судьбой еще более трудно понимаем. Если поголодать, перетерпеть, понятно как, то как простить вообще непонятно. Многие люди не знают, как простить. Я прощаю, прощаю, не прощается. Об этом поговорим. Я вам расскажу, как простить. То третий способ победы над судьбой вообще непонятная вещь. Этот способ называется ритуал. Слово рита, санскритское слово рита, означает вселенский ритм счастья или ритм, который приносит победу. Чувство победы. Знаете, у армии иногда возникает чувство победы. И она потом побеждает. Даже солдаты погибают в нормальном настроении. Все на подъеме. Я вам серьезно говорю, то есть я не шучу. Это чувство победы не обязательно должно быть только у армии. Это чувство победы возникает так же и у обычных людей, если они входят с тем ритмом, который связан с победой. И многие люди, чтобы входить с этим ритмом, они тратят часть своей жизни достаточно большую. Как это происходит? Они входят на духовные службы, встают на эти службы, стоят на службе, что происходит во время службы. Человек во время молитвы входит в этот вселенский ритм счастья или в состояние чистоты и радости. Понимаете? Человек входит в это состояние веры, чистоты и радости. И потом в этом состоянии он живет целый день. Потом на следующее утро он опять идет на службу духовную, опять соединяется с чистотой и радостью, то есть с этой вселенской силой чистоты соединяются и опять живет. А солдаты, которые идут в атаку, они проводят ритуал звуком, они кричат какой-то настрой, какой-то свой настрой кричат. Понимаете? Каждый в своей культуре верит свой. Связанность с высшими силами. Молитва также является ритуалом, соединяющим человека с чистотой. Что дает этот тип деятельности? Также это соблюдение режима дня, когда человек встает рано утром. Зачем он это делает? Он встает рано, потому что он знает, что в это время он входит в ритм, в гармонию с ритмом жизни Земли. Потому что жизнь в мире так устроена, что ночью светит энергия Луны. Луна расслабляет человека, дает ему хороший сон. Вот это вот ощущение, я сплю, мне нормально, это ощущение идет от Луны. Когда человек днем спит, он как в кошмаре. Потому что солнце не дает спать, оно бодрит. Когда утро происходит, птички начинают петь, все шевелится, ветер дуть начинает, а ночью тишина. Почему? Потому что Луна все успокаивает. Когда солнце восходит, ветер начинает дуть, птички петь, петухи поют. Означает, поднимается психическая энергия вверх. Нас утром встречает прохладой. Нас ветром встречает река, кудравая, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пению гудка. Ну то есть утренний пенсий, встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Утренние пенсии, они несут в себе ритм радости и бодрости. Утреннее время. Когда человек начинает рано вставать, у него появляется сила побеждать судьбу. Потому что эта сила от утреннего солнца зависит. Когда солнце восходит, у человека появляется оптимизм в жизни. Другими словами, если человек живет в депрессии, ему надо просто рано вставать, начинать. И все, и депрессия проходит в жизни. Депрессия означает поздный подъем. Солнце взошло, а я все лежу. Когда человек поздно ложится спать, то он теряет контакт с луной, в результате у него нарушается сон, не может спать нормально, как зомби спит. Когда человек в обед больше всего пищи есть, то солнце переваривает эту пищу саму, потому что солнце — это огненная энергия. У него есть тонкая также составляющая у солнца, которая влияет на пищеварение. Этот человек все это понимает, он просто живет как положено, и он входит в ритм с землей. В результате ему надо меньше сил тратить на все процессы, которые происходят в организме. Все само собой происходит. Пищеварение само собой, бодрость само собой, сон само собой, успокоение само собой. Когда человек против этого ритма живет, он заставляет себя спать днем, заставляет себя не спать ночью, заставляет себя есть вечером и потом утром, потому что сил это переваривать нет. Эта сила дает солнце. Субтитры создавал DimaTorzok